Всем привет! Меня зовут Боровская Ольга. Я режиссер и ведущая нового проекта «Быть или не быть». Программа эта главным образом ориентирована на всех, кто хочет поступить в театральные вузы и связать свою жизнь с миром театра. Но также она будет интересна тебе, простому зрителю, который хочет побольше узнать о подноготной закулисье театрального мира. Я благодарю за выпуск, первый выпуск, свой родной театр имени Евгения Вахтангова, своих коллег, а также директора театра Кирилла Игоревича Крока. А также я хочу обратиться к тебе, дорогой зритель, и сказать, что двигателем любой крутой идеи является обратная связь. Поэтому я буду очень признательна тебе за лайк, он сподвигнет меня работать дальше в этом направлении. А также ты можешь поучаствовать в розыгрыше супер-призы, которые мы подарим за самый остроумный комментарий. Ну что ж, ребят, встречайте, у нас сегодня первый гость, заслуженный артист России, актер театра и кино, лидер музыкальной группы «Кавер-квартет» Виктор Добронравов. Здрасте, здрасте, сюда. Вот с таким лицом, такой вот. Дайте мне работать, я вообще классный. Не ходите, не работайте, не будьте артистами и актрисами. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Кавер-квартет. Вить. Оль. Привет. Привет. Вить, такая история. В общем, сразу к делу. Учитывая современные реалии, профессия актер сейчас нужна или уже отошла на задний план? Какой странный вопрос. Почему современные реалии? Конечно, нужна, может быть, даже и больше нужна. Профессия наша, она дает людям возможность посмотреть и не делать ошибок, посмотреть со стороны. Мировая драматургия, она является классикой, потому что она актуальна во все времена. А мы как проводники. Нам еще повезло, потому что мы столько лет, 15 лет работали с Римасом Туменесом, который не занимался эпатажем, не занимался скандалами, пошлостями, какими-то такими вещами развлекательного характера. Он все-таки все время с нами говорил про тот свет и то содержание, которое несет театр. А это, в общем, удивительное дело. Ну, понятно, что не только театр, но еще и кино. Но и кино, может быть, тоже вполне себе просветительским. Вот нам с тобой точно повезло. Вопрос был такой, сегодняшний день, учитывая, нужна она или нет. А можно я тебе задам вопрос прямой такой? Одна моя, скажем так, ученица, она сейчас занимается на подготовительных курсах, не будем говорить, какого института. И там напрямую был такой вопрос от педагога этого института, что вы понимаете, куда вы сейчас идете, что вас будет ждать через 4 года, и зачем вообще ваша профессия сейчас? Ну, это такой провокационный вопрос. Я считаю, что ничего зазорного сказать нет, ответив на такой вопрос в 16 лет. Я вот шел в театральный институт, потому что вся жизнь моя была связана с театром. Мой папа был актером, я вырос в театре Сатирикон. И мне бы сказали, а ты знаешь зачем? Незачем, просто люблю, хочу. И в принципе, мы уже говорили, по-моему, в прошлый раз с тобой об этом, что не стоит идти в эту профессию, если ты так думаешь, ну, может сюда, а может, наверное, на филфак, а может, на журфак, тогда не надо. Если ты не можешь без этого жить, вообще без любой профессии, которую бы ты выбрал, тогда, собственно, туда и надо. Это же на всю жизнь несчастные люди, которые не имеют любимой работы. Из любимого дома в любимую работу и обратно. Ну, смотри, Витя, тебе повезло. Ты из актерской семьи, ты из семьи творческой, ты на сцене с детства, и ты все прекрасно знал и понимал. А вот мой папа нет. Мой папа, у него отец строитель, мама, бабушка моя, царство небесное, сколько такого, кем она только не работала. Вообще никакого отношения не имели эти люди к театру. Просто он настолько светлый, прекрасный, добрый и замечательный. И сначала танцевал, потом что-то какие-то там в советское время, какие-то мероприятия. Ну, и потом стало понятно, что человек хочет, ну, он бы хотел быть клоуном и так далее. Но ничего тут такого нет, если у тебя в семье нет артистов. По-моему, так это наоборот хорошо. Меня больше волнует, когда по проторенной дорожке идут. Вот, а у меня папа артист, дедушка артист, прабабушка актриса, и я буду. У тебя была проторенная дорожка? Ну, видишь, как бы сейчас моя фамилия ассоциируется как будто бы с какой-то актерской династией. Но когда мы начинали, папа не был известным актером. Он был широко известен в узких театральных кругах. И это мне не помогло поступить в Щукинское училище. Может быть, если бы я сейчас поступал, когда папу любит вся страна и не только. Тогда, может быть, были бы какие-то преференции. А так, я поступил на платное, меня не взяли. Я, в общем, полтора года платил за обучение. И то, что папа у меня был ведущим артистом театра Сатирикона, мне никак не помогло. Поэтому проторенные дорожки. И ни у меня, ни у Вани. Ваню отчислили с первого курса просто за то, что он, в общем, не соответствовал уровню обучения. Потом он поступил заново. То есть, нас как бы блатом никто не брал. Но и с другой стороны, знаешь, у меня вот был актерский курс. У нас было очень много актерских детей. Саша Стрельцына, Миша Шкловский, Митя Волкова, Игорь Войнаровский, Толя Руденко. То есть, я, может быть, еще кого-то забыл. Но что тебе этот блат? Вот если ты сам ничего не можешь, какой бы у тебя родитель не был, мама, папа, это все равно. Если ты, а, не учишься, б, не имеешь какого-то предрасположенности, что ли. И опять же вернусь. Ничего страшного нет, если ты скажешь, нет, я не знаю, я просто хочу, я просто мечтаю. Вот это классная тема. По-моему, это нормальная ситуация в 16-17 лет. Смотри, можно я с тобой поспорю? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Мне сегодня хочется с тобой спорить. Давай, давай. Вот смотри, с одной стороны, это реально классно. Не знать, куда идешь. Когда, например, я поступала, когда ты поступал, наверное, тоже так было, мы шли и вообще без проблем. Но чуть-чуть поменялось все. Мы в прошлый раз с тобой это обсуждали. И кастинг сам поменялся. Вот, например, сейчас во многих театральных вузах требуют осознанности. Если ты раньше мог прийти, у меня однокурсник мой, не знал, кто такой Станиславский. Над ним посмеялись, пропустили. То сейчас, например, абитуриент, который не знает заведомо, что есть малый театр, это к нему Щепкинское училище прикреплено, то сейчас уже, знаешь, спрашивают, а ты зачем пришел, как ты готовился, и уровень поменялся. Но если ты чертов самородок из Магадана, могут и на это закрыть глаза, я уверен, больше, чем уверен в этом. Конечно, надо знать, кто такой Станиславский, кто такой Качалов и так далее, и так далее. Все эти имена. Но, как нам всегда говорили, очень трудно поступить, но гораздо сложнее учиться. Понимаешь, знаешь, куда ты идешь. Мы, когда выпускаем любой спектакль, мы не знаем, куда мы идем. Чем все закончится, сколько будет идти спектакль, примет ли его зритель, примут ли его критики. Это же непонятно никогда. Вот мы сейчас выпускаем «Амадея». Как сложится спектакль, никто не знает. Вообще, эта профессия эфемерная, ее не понюхать, не пощупать. И как можно ответить на этот вопрос? Кому-то удача улыбнется в 20 лет, в 18 лет, как Александру Петрову, а кому-то в 50, как моему папе. А до этого-то он, в общем, не сидел, не ждал, работал каждый божий день. По-ранче-то ему папе удача приглянулась, мне кажется. Но сниматься-то он стал точно не в 50. А как? А во сколько? Это был, я тебе скажу, 2005 год, ликвидация. До этого много снимался, но что он играл? Он играл любовь зрительскую и какой-то статус актерский. Он приобрел после ликвидации, после сватов, после других-других. Галина Львовна Коновалова, я не помню, мы с тобой говорили в прошлый раз об этом или нет. Человек в 97 лет стала ведущей актрисой театра Вахтангова. В свой последний февраль она сыграла 18 спектаклей. Вот у меня сейчас в феврале 10. Я уже немножечко устаю. Думаю, о, как много. Она сыграла 18. То есть 97 лет надо было прожить, чтобы в конце жизни стать ведущей актрисой. Сохранить ум, адекватность, цвет, юмор. Она была удивительной. Классный ты называешь качество. А вообще, человек, который идет в эту профессию, на твой взгляд, какими качествами он должен обладать? И кому эта профессия противопоказана? Вот я считаю, что у людей, у которых нет чувства юмора, эта профессия противопоказана. Ну, да, конечно. Легче, наверное, ответить, кому противопоказано. Все превосходные степени подходят. А кому противопоказано? Наверное, если коротко и емко отвечать, наверное, слабохарактерным и безвольным людям. Потому что, опять же говорю, очень часто приходится терпеть, перебарывать сомнения, отсутствие работы, отсутствие ролей. Годами это может продолжаться. Ты можешь опустить нос и как бы сойти с дистанции, а можешь, не знаю, ходить в спортзал, учить языки, обивать пороги, знакомиться с людьми. И вообще это работа для общительных людей. И также это работает в обратную сторону. Многие выпускники театральных вузов становятся бизнесменами, ведущими, ведут какие-то мастер-классы, даже не работая артистами на сцене и в кино. Поэтому эта профессия учит коммуникабельности. Но если в целом, то вот безвольным и бесхарактерным людям этой профессией заниматься не стоит. И без чувства юмора, конечно, никуда. Ты выпускник Щукинского училища. Стоит ли заниматься этой профессией, так скажем, людям, у которых неяркие внешние данные? Мы говорили об этом в прошлый раз. Да, конечно. Стоит. Слушайте, миллион ролей. Миллион ролей. Я все время вспоминаю, конечно, может быть, не самый правильный ответ. В смысле, пример. Помнишь фильм «Призрак? Привидение» с Патриком Суэйзи? Да. Ну, во-первых, взять Вупи Голберг, не самая красотка, но потрясающая, великая комедийная актриса. Но там был персонаж, которого он встречает, призрака, в метро. Вот с таким лицом. Ну, кого ему играть? Пришел бы он в театральный институт Щукина. Ему сказали, иди ты отсюда, что ты будешь играть? А он, если я не ошибаюсь, еще и в этом самом, прилетая на дне с дом кукушки, играл. Ну, то есть, как бы, разные люди нужны, разные роли есть. Я даже когда-то в молодости, помню, молодости, я человек сейчас не старый, но когда, ну, совсем там, в институте или после, подумал, вот если я, что если я попаду в аварию, и мне отрежут ноги, и я буду, во-первых, это не мешает играть на саксофоне, на гитаре, на губной гармошке, я буду без ноги, музыкант, классный такой. Вот, а потом подумал, ну, буду, есть же артист французский без руки, не мешает ему играть главные роли в фильмах, иметь мировую известность. Вообще не про это. Нам Карпов рассказывал, нам Карпов, царство небесное, педагог по биомеханике в Гитисе рассказывал, что был артист малого театра, я, к сожалению, забыла его имя, у которого в какой-то момент случился ли инсульт, или что, у него отнялась рука, и он придумывал на сцене, то завернёт эту руку в мундир, то привернёт её сюда, то спрячет в карманы, и всё равно справлялся и остался в профессии. Я так со сломанной рукой несколько спектаклей сыграл, ну, бег мы играли в открытую, просто с гипсом, как будто я раненый генерал, а Негина играл, да, ну, всё же от ракурса зависит, всё поменял, ракурс, всё. В общем, разные есть роли, мы говорили об этом в прошлый раз, как себя принимать, и я, как бы, привёл в пример формулу цирковой команды этих самых… Да, классная формула. Этих акробатов. Акробатов. Одна маленькая юркая витает наверху, если ты большой, сильный и толстый, ты внизу, на тебе опора, как бы, если ты такого, там, моего телосложения, ты в среднем, как бы, ты прыгаешь, то есть, каждому… Но, помнишь моё это сравнение, каждый из них суперпрофессионал в своей, как бы, ниши. Вот это важно. Правда ли, что в этой профессии нужно идти по головам? Правда ли, что в этой профессии ты должен выбрать, между тем, остаться человеком или сделать карьеру? Это каждому своё. Я знаю прекрасно людей, которые идут по головам и имеют карьеру, а есть люди, которые спокойно ждут, занимаются работой. Мой папа по головам не шёл, не ходил ни на какие тусовки, никогда. Я стараюсь придерживаться его дороги, чтобы свою репутацию зарабатывать ролями. В кино, в театре, неважно. Но, когда ты видишь фильм с участием Константина Хабенского или Сергея Маковецкого, ты понимаешь, что это уровень, это не будет порнографии, пошлости или чего-то, чего-то. Если, может быть, будет, то это будет как-то решено. Есть расхожее мнение, что плохой человек хорошим артистом быть не может. Есть, может быть, всякие разные исключения, но в целом я согласен с этим утверждением. Театральные типажи, надо ли о них думать, надо ли молодому абитуриенту или студенту театрального вуза о них знать, придерживаться их, надо ли вообще иметь их в виду. Уже молчу про то, что бытует мнение, что, например, Щукинское училище – это там, где тебя берут по определённым, скажем так, твоим внешним данным качествам, присваивают тебе сразу амплуа, и это амплуа подтверждается потом в отрывках, это амплуа подтверждается в спектаклях, и постепенно ты приходишь в театр и играешь определённые роли. Но хотя другие театральные вузы, например, такие, как МХАТ и ГИТИС, в эту систему не практикуют и, наоборот, считают, что как бы не надо думать об этом и не нужно подбирать отрывок там под себя и всё такое. Кого хочешь, хоть Гамлета играй, если ты и девушка. Ну, на этот вопрос можно час отвечать. Сколько людей, столько миров, да, как вот написано у одного… Классика. Нет, не классика. Доктора Курпатова в «Красной таблетке» о том, что нам кажется, что мы все живём на одной планете в одном мире. Так вот, нет. Сколько людей, столько миров. Поэтому вот я могу про себя сказать, что я бежал всегда от этого. Мне не хотелось замыкаться в каких-то жанрах, в каких-то амплуа и каких-то рамках. Подожди, ты бежал, а система бежит от этого или система… А какая разница? Слушай, кроме тебя, никому ты не нужен. Думай о себе, о своём теле, о своём мире. А там что тебе хочется делать? И там уже с годами придётся думать, на что соглашаться, где играть. Хорошо, идти на какие-то компромиссы или не идти. Но мне что? Вот я пришёл в театр Вахтангова, сыграл «Мадемуазель Нитуш». Потом «За двумя зайцами». Мне надо было туда? То есть, когда Римас Туминус предложил сыграть Эдипа, или Бутусовс предложил сыграть Хлудова. Мне что, не играть? Витя, я тебе могу сказать, ты актёр, который вообще, во-первых, можешь много, во-вторых, никогда по тебе даже сразу и не хочется тебя определить и клишировать. Но я тебе могу в театре Вахтангова, даже в нашем родном театре, назвать, я не знаю, как это будет, актрис, которая играет одни и те же роли в жизни многих лет. Безусловно, есть такое, конечно. Но я опять же говорю, отвечая на этот вопрос, твоя задача – уметь много, чтобы твой внутренний актёрский инструмент мог отвечать тем или иным вопросам. Если режиссёр видит, ну, эта девочка, ну, да, ну, она, ну, или, о, нет, ну, что у меня, нет, это невозможно. Поэтому, если ты многое умеешь, если ты всё время развиваешься, всё время что-то делаешь, по-моему, вообще в этом смысл жизни. Почему короткими, мы, по-моему, об этом говорили, почему короткими становятся дни в старости? Потому что ты не получаешь новой информации. Встал, почистил зубы, включил телевизор, сходил в туалет, оделся, работал, всё. У тебя новая информация на диске не записывается. Почему бесконечные дни в детстве? Потому что у тебя всё время, о, бабочка полетела, блин, она что такое? И у тебя всё время на жёсткий диск записывается информация, ты чистый. Поэтому, когда ты с годами, там, 40 лет, 50 лет, ты всё время что-то… Ну, почему нам хочется всегда путешествовать? Потому что это новая информация, новая информация сюда. И ты, как бы, записываешь, получаешь её. Так вот, я за что люблю нашу профессию? Ты всё время имеешь эту возможность в новых жанрах, в новых ролях, в новых режиссёрах, новыми партнёрами, новые тексты, драматургия, стихи, литература, то, всё, пятое, десятое, кино. Кино такое, кино сякое. Блин, это же, вот это самое интересное. А если тебя загоняют в рамки, ну, значит, подумай, хочешь ли ты там быть. И, может быть, это и неплохо, понимаешь? Есть такие актёры или актрисы, которые… Ну, я герой, ну и всё. А есть Том Харди, который, мне кажется, может всё сыграть. Есть Джуд Лоу, который может всё сыграть. Я, извините, привожу в пример… Хорошо, окей, есть Евгений Миронов. Это великий артист просто современности. Который может всё – комедию, трагедию, этот, пожалуйста, музыкальный, ни на кого не похожий. Об этом надо думать. Девушка. Очень и очень, скажем, интересно, не без таланта, не без способности, которая три года поступала в театральный вуз с Анной Карениной, Настасьей Филипповной и ещё кем-то, пока в определённый момент не пришла на подготовительные курсы в АМХАТ, где ей сказали, а вы не пробовали поменять программу? Она говорит, я каждый год меняю программу. Он говорит, вы каждый год берёте роковых женщин, а вы себя в зеркало видели. На девочку это произвело очень болезненное впечатление, но, тем не менее, программу она поменяла. И взяла свою программу простых русских героинь-девушек из рассказов «Шукшина», поступив в этот же год в другой вузер. Мне кажется, тут нужно чувствовать, понимать и… У меня была эта проблема, потому что я вырос в театре, и я когда куда-то приходил, значит, я должен что-то сыграть. Я какой-то… А нужно-то не это. За каком-то интересно увидеть, какой ты, алмаз неогранённый, понимаешь? То, что ты вот… Чтобы потом из тебя сделать бриллиант. Но что ты сам по себе драгоценный камень, нужно увидеть. А если ты вообще такой весь из себя сложно сочинённый, как кто поймёт? Поэтому нужно понимать, как выгодно себя представить. Если ты умеешь двигаться, скажи, я умею двигаться, я вот занимался там, неважно, хип-хопом. Да, ты не будешь в Шекспире танцевать хип-хоп, но люди поймут. А, он двигается, хорошо, он занимался. Значит, он ходил, что-то у него есть какие-то увлечения. Я хорошо пою, хорошо поёшь. Окей, у тебя есть юмор, возьми какой-нибудь рассказ о Верченко или там Зощенко. Понимаешь, собственно, для чего басни-то нас требуют? Для чего? Нелюбимая эта вся эта история. Ужасная, просто я их ненавижу. Ну, так педагоги же хотят понять, есть ли у ребёнка чувство юмора или нет. Да их никто смешно не читает, Витя. Да какая, ну, вы понимаете, есть вот такая вот парадигма с этими баснями. Но если ты возьмёшь какую-нибудь обычную басню, но при этом сделаешь какую-нибудь смешную прозу, все поймут, а у парня есть чувство юмора или у девушки, неважно. Что, Витя, самое сложное для тебя было в театральном институте? Я долго шёл к сцене, у меня получилась такая вот обманка, потому что мне казалось, что я такой весь театральный, папа-артист. И я занимался в школе Казарновского, класс-центре, играл там Меркуцио с большим успехом. Понимаешь, и когда я пришёл на первый курс, я думал, ну, ха. А тебе говорят, нет, забыли всё, чистый лист, переменные отношения к предмету, переменные отношения к месту действия, этюды на органическое молчание, этюды на оценку факта. И у меня всё, у меня случился какой-то коллапс, потому что я не понимал, кому это интересно за мной смотреть. Я пришёл с работы, я снял ботинки, я устал. Что, это органическое молчание? Окей, ну, неинтересно, где театр? Да, но потом я подумал, ну, ладно, дождусь этих самых наблюдений, и там я оторвусь. Нифига. Пришли наблюдения, а я... И ничего не получается. У меня всё хорошо, там, ритмика, танец, мульттеатр, всё-всё-всё. Я везде пятёрки. А со сцены прям не мог я переступить через какой-то уровень, который я видел всю жизнь, там, в театре. Театр Сатирикон был очень сильный в 90-е годы. И вот, мне казалось, что я не могу, не умею. И только на третьем курсе, в январе третьего курса, я первый раз вышел удачно на сцену, когда я понял, что можно оторваться от земли, когда я понял, что ты можешь быть собой, не быв собой, не будучи собой, что ты уже не ты, а твой партнёр не твой партнёр, а уже персонаж твой. В общем, это волшебные какие-то вещи. И к ремеслу не имеющее отношение. То есть, ремеслом ты должен овладеть, а потом может иногда возникать какая-то магия. И только на третьем курсе со мной что-то такое произошло. И вот с тех пор уже что-то у меня начало потихонечку получаться. Там вот был вопрос, и он записан у меня. Я его должна была раньше задать, но тем не менее. С чем ты поступал в театральный вуз? Вообще очень интересно, как ты поступал в театральный вуз? Кто тебя смотрел? Только ли в Щукинское училище ты поступал? Нет. И где проходил? Поступал я везде, кроме ВГИКа. Во ВГИК просто не успел. Щепка, ГИТИС, МХАТ, Щука, ГИТИС, эстрадное отделение. Причем Геннадий Викторович меня хотел брать, Хазанов набирал тогда. Но мне почему-то хотелось Щуку как-то интуитивно. Да что-то я читал. Пушкина читал, Бальмонта читал. Понятно, Басин сейчас не вспомню. Был у меня кусок рассказик из Аверченко. И кусок финальный, сложный, я бы не взял. Я бы сейчас бы не взял. Кусок финальный из Азори здесь тихий. Когда он врывается, Восков врывается в блиндаж. И там всех их кладет, мстит за девочек. Ну, я не понимаю, как там в 17 лет, что там можно было сыграть этого Воскова. А ты сам готовился? Ну, кто-то что-то советовал, где-то как-то чего-то. Павел Евгеньевич Любимцев мне помог в какой-то момент. Сделал пару замечаний, пару пожеланий. Направил как-то. Но, тем не менее, это мне не помогло. Я поступил на бюджетное место. Меня не хватило. Для меня вообще поступление в Щукинское театральное училище было тяжелым днем. Я помню, я лежал на траве на Цветном бульваре и плакал. Как просто выл белугой. Я не знал, как прийти домой и сказать папе с мамой, что они будут за меня платить 1800 долларов в год. Были просто колоссальные деньги. И как ты сказал? А мой друг Миша Шкловский, когда поступил на мой же курс, мы со школы знакомы, он накрыл стол, у него был праздник, потому что он поступил в театральный институт. А для меня это было вот таким... А что отец сказал когда-то? Ну, что, я пришел весь в слезах. Мама с папой сказали, хорошо, сынок. Если ты хочешь в Щукинское училище, значит, будешь учиться. А как тебя перевели на бюджет? За отличную учебу? Да, я же говорю, освободились места. Кого-то отчислили. И через полтора года на втором курсе нас с Сашей Стрельсиной перевели на бесплатное. Это было большое облегчение, потому что для меня... Ну, мы тогда жили очень небогато, сейчас, в принципе, тоже не олигархи, но, в общем, тогда это было серьезное бремя финансовое для моей семьи. И меня это очень тяготило. Ты переживал, когда выпустился? Не было у тебя после вузовой депрессии? Нет. А почему она должна быть? Это же не роды. Ну, вот многие говорят, что после того, как выпустился из театрального вуза, мир рушится, меняется в театральном, это такая семья, такая сплоченность, себя все любят и холят, и обожают. А когда ты выходишь в реальный мир... Ну, слушайте, ты в жутье не нагоняй. Ну, всякое бывает. Серьезно, ты если ты не знаешь... Ну, мне повезло, допустим, многим повезло, курс Владимира Владимировича Иванова взяли вообще 17 человек. Они сразу попали большой семьей в другую большую семью. Кто-то ушел, многие остались. Мне повезло, я пришел в театр Вахтангово, мне сразу Владимир Владимировича Иванова, за что я ему огромное спасибо дал роль Флоридора. И у меня была оперета в училище, у нас была «Парижская жизнь» в постановке Михаила Борисовича Борисова. И я шагнул в этом же жанре, шагнул дальше, большая сцена, главная роль, театр Вахтангова, партнеры фантастические, Маша Аронова, Володя Симонов. И потом на следующий год у меня был большой проект, который дал такой достаточно серьезный старт, не родись красивой и так далее. Поэтому ты не нагоняй жутью. А ты знаешь среднюю статистику, сколько в год? Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, нет, нет. Ну, сколько, давайте посчитаем. Сколько театральных вузов? В среднем 25, окей, 30 человек выпускают. 500 человек в год выпускают из театральных вузов, которые имеют государственную лицензию. Чтобы ты понимал, из этих 500 человек сколько поступает в театр? Знаешь, я тебе так скажу. Сперматозоидов гораздо больше, чем людей, рождающихся в итоге. Поэтому кому суждено стать артистами, те станут. И вообще все, что не делается, все к лучшему. Опять же, я уже отвечал на этот вопрос. Многие, закончив театральный вуз, вообще находят себя в других ипостасях, и это неплохо. Но многие, закончив театральный вуз, будучи лучшими в театральном вузах, в жизни теряются, не могут найти ничего, кроме этой профессии. Опять же, я уже ответил на этот вопрос. Убиты. Вот тебе 21 год, все, для лошади это вообще смертельный возраст. Ничего, в 23 раз я улыбнулся, удача. Не 23, окей, в 24. Я тебе скажу, мы сейчас, мне посчастливилось, я был в Израиле буквально 2 недели назад, ездил, удалось посмотреть спектакль Римма Сатуменоса в Гешери. И, в общем, совершенно не ожидал, по 2 утра я серфил на серфе. Волны прекрасные, все. Так вот, я до этого всего один раз стоял на доске, к чему я все это рассказываю. Я был удивлен, к какому заключению пришел мой мозг. Утро, классно, солнце, вода теплая, прекрасная. И ты такой, а, волна, волна, хорошая волна. И ты, я прошла. Черт, не успел. Ладно, сейчас еще одну. Да успокойся ты. Жизнь так устроена, будет дальше волна. Будет еще больше волна или меньше. Ну, как бы придет твоя волна дальше. То есть, надо быть готовым, надо быть в тонусе, надо смотреть вперед, в общем, по направлению волны. Мне очень понравилась эта мысль, она какая-то такая философия на поверхности. Ну, это так классно, когда ты просто, просто, ну, ты лежишь на воде. Ну, здорово же, солнце светит. Вода мокрая. Дожди своей волны. Будь готов, что когда волна придет, ты вовремя встанешь и на ней прокатишься. Понимаешь, о чем я говорю? Витя, ты лежишь на волне, у тебя все нормально, у тебя большой дом, семья, ты работаешь в лучшем театре, ты снимаешься в кино, ты в свои небольшие годы заслуженный артист России. Есть человек, который выпустился из театрального вуза, можно подождите, подослушай меня, который нифига не понимал, что реалия нашей профессии такова, что ты вообще можешь все заслуги, которые у тебя есть в институте, перечеркнуть только потому, что не попал в театр. Или потому, что тебя не выбрали. Подожди, подожди, в любой другой профессии, если ты добиваешься каких-то определенных успехов в учебе, мне кажется, важно об этом говорить, потому что для меня, например, я попала в театр через три года после выпуска института, и для меня, будучи, получив, прости, что о себе чуть-чуть, но не важно, там какие-то призы, там Смоленского, еще что-то, и для меня было шоком, то, что как же так, я же реально не самая последняя, почему меня не взяли? И для меня долго-долго-долго, потом меня, неважно, взял какой-то, какие-то театральные институты брали, была там моя личная история, потом через год я вернулась, не институты театральные, а театры, говорилось. И эти театры уже меня не брали под предлогом того, что, блин, простите, у нас сейчас другой показ, у нас только что... И дальше я поняла, что в этой профессии, например, ты только сам, никто, никто тебе тут не поможет. Я тебе об этом и говорю, но так это в любой профессии. Нет. Да, будь ты архитектор, художник, вот ты гениальный художник, а ты такой, ну почему же я не рисую? Вот у Наташи Иннокуровой сейчас, у нее две сестры-близняшки, если ты знаешь, одна сестра учится в МГУ. На третьем курсе она, или на втором курсе, ей поступило предложение уже сейчас работать в одной улице, очень известной государственной структуре, только потому, что она лучшая в своем вузе. Я тебе скажу, вот система МГУ, система ВШИ, я же общаюсь с этими всеми абитуриентами, она построена так, что они ищут интересных, трудоспособных, дисциплинированных и талантливых учеников и сразу пытаются устроить. Это советская система, которая еще жива в некоторых вузах. У нее факультет мировой экономики и финансов. Понимаешь? Так я тебе про это изначально не спрашиваю. Нет, это другое. Как другое? Я тебе говорю про творческую составляющую. Так а зачем мне идти в творческую составляющую, если сейчас эта профессия будет, грубо говоря, не... Потому что ты любишь. А чем питаться? Подожди, Анна, а что есть-то? Я люблю. Ну, найди, чем заниматься. Не, ну подожди. Подожди. Ну, я хочу заниматься театром. Это неправильная установка. Занимайся. Если вам не нравится место, которое вы занимаете, и смените его. Вы же не дерево. Прекрасная поговорка. Если тебе чего-то... Да, может так получиться, что ты где-то просидел и понял, что это не твое, но надо сниматься. Да это мое, просто меня не берут. Супер. Я говорю о том, что эта профессия самая, самая, и еще раз заявляю, самая несправедливая из всех профессий, которая может быть, что тут все зависит. Ну, поспорь со мной. Шахтер. И все зависит от тебя. Ну, шахтер. Ты работаешь шахтером от зари до зари. Я знаю, сколько я пущу. Кто тебе сказал, что там копейки? Стоп. Справедливо, что... Кто тебе сказал, что там копейки, Витя? Витя, кто тебе сказал, что там копейки? Вряд ли. Они работают вахтами, и поверь мне, у них не копейки. У них опасно, у них социальные льготы. Они имеют семью вывезти в санаторий по вообще спеццене, можно сказать. У них там такое, там, по крайней мере, я знаю, зачем я туда иду. Я тебе так скажу. Вот ты просто так вот рисуешь такую картину мира, как будто, в общем, мне повезло. Нет. Ну, как бы, я как бы своим годам заслуженный артист России. Вообще, я избалован ролями, и у меня все хорошо. Как Илон Маск говорит, всем кажется, что я так миллиардер-везунчик. Он говорит, я работаю с пяти утра, 24, ну, как бы, часа. Подожди, стой. Для того, чтобы что-то было, нужно что-то делать. Если чего-то нет, во многом можно найти себя. Помимо театра и кино, есть телевидение, есть педагогика, есть миллион всего, чего может дать тебе актерская профессия. Мир несправедлив, в принципе. Слушай, ты человек, который все удастик сам. Ты сам сделал группу кавер-квартет, сам ее сочнил, ты поешь, ты поющий, танцующий, сам пробиваешься в кино. Хотела спросить, как ты сделал попозже. Ты все делаешь. Мой спич и моя информация не про тебя. В то, что ты этого заслужил, у меня нет ни малейшей сомнений секунды. Мне кажется, что большинство людей, которые хотят быть артистами, вообще, ни секунды, если они не из актерской семьи, не представляют, что такое профессия актер. По крайней мере, мой опыт, я здесь как бы немножко с ними, как чуть-чуть, с этими ребятами, молодежью с этой общаюсь, и мой опыт показывает, что это чисто белый, вот такой вот белый лист бумаги. Люди, которые живут, особенно в Кемерово, в Магадане, в Волгограде, которые понятия не имеют специфики нашей, как бы сказать, актерской деятельности, системы, они идут просто вот так вот, их ведет, как ты говоришь, желание быть артистом, и они абсолютно не понимают, что тут вот связь, причинно-следственная связь. Ну, на мой взгляд, я скажу только то, что я думаю, в 70% СТА отсутствует. Я лично видела трагедии, которые разворачивались, где люди действительно в институте, лучшие люди в институте, лучшие сейчас работают, работали в Икеа, до недавнего времени в Леруа перешли, они очень хотят быть артистами, они очень хотят в кино, они хотят, да вообще, в принципе, в театры везде, они годами показываются в театры, стоят, ходят на эти кастинги, на эту рекламу, у них ничего. И таких 70% из нашей профессии. Как этот фильм про барабанщика? Это «Одержимость». «Одержимость» называется, да. Вот помнишь, этот дирижер, сволочь чертова, вот он ему рассказывал эпизод про Чарли Паркера, когда Чарли Паркер, великий саксофонист, чтобы было понятно, величайший, когда он плохо сыграл соло, и дирижер его загнобил, что, мол, ты что тут нам такое соло сыграл? Так вот Чарли Паркер потом всю жизнь работал, чтобы никто никогда больше над ним не посмеялся. И на что парень спросил, подождите, он на него надавил, а если бы вот Чарли Паркер в этот момент сломался? На что тот ему ответил, настоящий Чарли Паркер никогда не сломается. Вот понимаешь, вот в этом, это очень сложный, это очень многослойный вопрос, потому что вот сейчас я репетирую Моцарта, и человек, который был гением с детства, но вот этот вот гений, который в нем сидел, он не терпел никакой вообще критики, то есть тебе говорят, ой, вы знаете, это не очень, как не очень, все, беда, и ты вот как бы, вот ты лучший в институте, но это не значит, что ты лучший в мире, это значит, что ты, это проблема, я согласен, я сам с этим сталкивался, нас учат плавать в бассейне, а потом отпускают в открытое море, и ты такой, кто-то выплывает, кто-то не выплывает, это понятно, опять же говорю, мир несправедлив и несовершенен, но только ты можешь отвечать за себя, даже ни мама, ни папа. В этой профессии, если у тебя не получилось свернуть в сторону, это проигрыш? Свернуть в сторону куда? Куда-нибудь в Икею пойти зарабатывать, чтобы оплатить квартиру, это проигрыш для личности. Если тебе в определенный момент жизни чем-то нужно кормить, я работал монтировщиком 5 лет, если меня перестанут, да, если меня перестанут снимать в кино и выгонят из театра, я найду, чем руками. Ты серьезно работал монтировщиком? Да. 9-й, 10-й, 11-й класс, 1-й, 2-й курс института я работал, потому что у нас стипендия была 200 рублей, за ночную смену можно было заработать 700. Я мог в Кремлевском дворце, или тогда еще был ГЦКЗ Россия, концертный зал, я мог до 7 утра монтировать какую-нибудь декорацию, потом прибежать, поспать в ГЗ пару часов, но тогда я все равно мог себе как-то обеспечить какие-то деньги, чтобы не сидеть на шее у родителей. Поэтому я тебе говорю, если что-то случится, ну я найду, чем себя прокормить. Не пугай, не нагоняй жути. Слушай, надо иметь адекватность, конечно. Никто на блюдечке с голубой каемочкой не принесет тебе кучу ролей, но надо стараться, надо верить в себя. Студенты вузов, студенты, уже поступившие студенты, зная, что будет эфир с тобой, где человек пять задали один и тот же вопрос, как ты попал в кино? Ну это же по чуть-чуть. Первый раз я снялся, будучи первокурсником, у Саши Аравина. У меня был один съемочный день, ребята, Катя Климова, Игорь Петренко, они как раз выпустились тогда, они были молодыми актерами. «Московские окна», по-моему, назывался фильм. И у меня был маленький эпизодик, где я играл какого-то там студента Гнесинского училища, с Машей Лепой мы были. Это был мой первый день, вот так я первый раз, будучи уже студентом, снялся. А потом, ну вообще хорошие кастинг-директора ходят по театральным вузам, и это нормально. К нам не приходили, Витя. Неправда. Неправда, неправда. Слушай, она тебе должна прийти и сказать, я кастинг-директор, я была у вас. Ну, она пришла, посмотрела, записала, ходят, поверь, ходят. Знаешь, могу сказать, что я годами, годами ждал приглашения, и до сих пор, может, не дождался от многих режиссеров, которые приходят на каждую премьеру театра «Вахтанга», где я играю в основном главные роли, и думаешь, ну как же так, как же так, ну что мне, сидеть об этом думать, и всё, и копать себе могилу. Да не думай ты об этом, ну, мне повезло, я в 2004 году закончил, пришёл в театр «Вахтангова», а в 2005 году Александр Владимирович Назаров, который был нашим педагогом, собрал команду тех людей, которых ему показалось, которые подходят для работы с ним в каком-то таком комедийном, длительном жанре, это был «Не родись красивый», там была Оля Ломоносова, Маша Машкова, много-много, там, Гриша Антипенко, много людей, которых я знал много лет, с которыми было легко работать, и там много сошлось на этом проекте. Но опять же, я тебе скажу, ну, потом несколько лет, вот, мне предлагали играть хороших парней. Вот такой, вот, блин, я там ничего не играл, по большому счёту. Ну, такой, все поможут, им подскажут, Федя на мотоцикле, ой-ой-ой. Потом у меня начался переходный момент, когда ты уже вроде не мальчик, а ещё не дядька, и чё играть, непонятно. как будто вот такой, из куколки в бабочку, такой, что это? Какой-то мужчина, там, 27 лет, 28, непонятно, что играть. Ну, опять, я про себя говорю, может, кому-то понятно. Петров играет с 20 лет, всё время, как бы, снимается, всегда находятся роли. А кому-то, вот, я до сих пор ощущаю, что у меня после 40 придут мои роли, которые нигде мне, меня утвердили в кино, чтобы я был снимающимся артистом, а где-то, где действительно мне будет что сказать и сыграть. Мне повезло в театре что-то сыграть. В кино, на мой взгляд, я не играл вообще ничего. Ты не играл ничего? Да. Ну, а что я? Что? Вот что, скажи, что, где? Т-34. Ну, хорошо, ладно, Т-34, да, ну, понятно, там получился классный персонаж, с которым я согласен. Это не я, это вот, но это я могу смотреть даже без дергающегося глаза. Допустим, иногда, если попадаю, о, классно, хорошая работа. Согласен, вот я за эту работу отвечаю. Больше ролей в кино, ролей в кино мне не было. Поэтому я в поиске, ну, в смысле, в пути. Вдруг нас посмотрят кастинг-директора и кто-нибудь из профессии. Знаете, есть такой вид добронравлый, он в поиске. И пока ролей крупно в кино не сыграл. Так, давай посмотрим, что нам задали, какие нам вопросы задают ребят. Вот опять же, возвращаясь к нашему разговору, не надо кому-то пытаться угодить и сделать что-то, из чего в тебе нет. Педагог всегда выберет, что ему нужно и что ему нравится лично в тебе. Я глубоко убежден, что есть абитуриенты, назовем их так. Есть люди, которым суждено стать артистом. Если ты попал в Амхат, а хотел в Щуку или наоборот, мечтал попасть в Щуку, а учишься в Амхате или в ГИТИСе, это не важно. Если ты внутри, в душе артист, будешь им, не важно, что закончить. Некоторым людям вообще не нужно учиться. Бывает и такое. Но готовиться к поступлению в театральный институт нужно? Вопрос. Конечно, нужно. Нужно читать хорошие книжки, надо смотреть хорошие фильмы, находить в музее. Надо огранять, как сказать по-русски, гранить свой драгоценный камень. Ну, конечно, нужно. Спрашивает тебя абитуриентка театрального вуза, какой ваш девиз по жизни? Из последних каких-то таких утверждений мне очень нравится фраза из Макса Фрая. То, что ты по-настоящему хочешь, сбудется рано или поздно, так или иначе. Вот просто под каждым словом подписываюсь. Как оставаться востребованным в профессии? Это не к нам вопрос. Если ты чувствуешь... То есть, вот у меня в прошлом, позапрошлом году было несколько предложений по таким жанровым военным фильмам. и я так думаю, блин, ну все, еще чуть-чуть, и сейчас ты прямо там задержишься, Витюша. Всякие эти шпионские игры, там, НКВД, вот это все. Я отказался от нескольких предложений больших и согласился сниматься в фантастической ленте. Она вот должна выйти 1 июня сквозь время. Бластеры, фигастеры, время, прошлое, будущее. Ну, вообще, ну, то есть, и наверное, нужно думать о карьерном каком-то росте и ну, разнообразии, что ли. Я вот последние несколько лет, даже испытывая какие-то финансовые трудности, не соглашаюсь на то, что неинтересно мне. Я понимаю, что, а, это шаг назад, это топтание на месте, а вот это было бы интересно. Но там, где тебе интересно, говорят, нет, вы знаете, не получается по срокам. Ты такой, ах, черт, у меня вообще этот вот прошлый год, если вот вдуматься, ну, он мог бы меня подкосить, потому что у меня не сложилась картина с Романом Поланским из-за того, что закрылись границы, и у меня слетел большой проект с Нетфликсом, где у меня была просто потрясающая роль. 12 серий для Нетфликса, начало 20 века, Петербург, ну, просто вообще все уже подписаны бумаги. Закрываются границы, санкции, Нетфликс, до свидания. То есть, в прошлом году у меня должно было быть две каких-то знаковых работы, которых у меня не было. Да и черт с ним. Следующий вопрос. Самая сложная роль? Не знаю. Наверное, Балконский. Потому что, ну, то есть, они все не такие простые, но с Хлудовым все понятно, Хлудов, он рожден, выстрадан, там, все мое, просто все, никто мне не сказал, вот, иди туда, а потом туда, все, что мы делаем в беге, это все наше, выстраданное. Царь Эдип, понятно, он сложный, там, текст, жанр, но он тоже понятный. А Балконский не дает тебе такой возможности, не дает тебе какой-то яркости, что это человек в железный шкаф. И вот находить в нем какую-то жизнь мне вот я все время, ну, не могу сказать, что я мучаюсь, но я все время работаю над этой ролью и буду работать, потому что там работать и работать нам всем. А со стороны может так не показаться. Ну, ходит человек, что-то там говорит, потом прикрылся пальто, покричал, ушел. Ну, как бы, возможно. Почти такой же вопрос, что самое трудное в профессии. Ждать. Ждать и верить. Вот ты говоришь, вот я была лучшая на курсе, я был лучший на курсе, а потом я работал в Икее. Подожди, ничего, придет. Я тебе говорю, мой папа играл по 33 спектакля в месяц. Мы его не видели вообще в детстве, то есть возможность была увидеть папу, только прийти к нему на работу и посмотреть, как он репетирует или играет спектакли. Денег не было вообще, ну, то есть от слова совсем. Это были 90-е, что там мог заработать артист театр Сатирикон. Поэтому самое сложное, это ждать и верить. Виктор, расскажите, пожалуйста, как перестать зажиматься? 90% моего таланта на кастинге, на поступлении, имею в виду, съедает страх. Я не знаю, как с этим бороться, потому что я такой же зажатый артист. Честное слово. Ну, конечно. Правда? Самый нелюбимый мой жанр. Самый зажатый артист. Не-не-не, но ты просто говоришь, ты что, ты про что спрашиваешь? Я не знаю, я читаю, я читаю, что они спросили. Ну, нет, ну, хорошо, на сцене ты играешь роль, ты ее долго репетировал, много месяцев, ты в своей тарелке, в кадре ты тоже как-то уже, а когда, прости, куда все, сюда? Виктор Добранауфа, где вы работаете? Что? Я работаю, от петра Вахтангова работаю. Да ты уже не такой. Да нафига? Так это происходит. Серьезно тебе говорю. Вот я был, ну, хорошо, это было, может, давно, лет 10 назад, там, я просто поймал себя на мысли, значит, кастинг, мюзикл Обыкновенное чудо, в котором я впоследствии сыграл министра-администратора. Дирижеры я знаю, режиссеры я знаю, все меня знают, я уже давно работаю в театре Вахтангова. Ну, и такое, ну, прослушивание, ну, как бы, формальное, но надо выйти и что-то спеть, что-то сказать, где ты работаешь, ну, все, зажим, просто сам жанр, вот этот, он предполагает зажим, предполагает, вот эту несвободу, я не знаю, как с ней бороться, и, самое страшное, как бороться с псевдорелаксацией. Здрасте, как бы, абитуриенты у Райкина, у Райкина, посмотрите, в Ютьюбе есть, просто наберите Константин Райкин, поступление в театральную ручь. Вот он, у него целая серия наблюдений, какие бывают абитуриенты, это, конечно, все гипертрофировано, но, тем не менее, поэтому, это такой, такой жанр, я до сих пор не могу, вот приходишь на пробы, и мне, два раза в жизни только, мне было хорошо после проб, у Тодоровского, когда я пробовался на оттепель, и у Андрея Сергеевича Смирнова, я пробовался на фильм «Жила-была одна баба», он меня не утвердил, но, но пробы были фантастические, после которых я подумал, господи, какая интересная профессия, а чаще всего ты уходишь с пробы, такой, блядь, ябров непригоден, господи, почему так, потому что, вот, даю тебе стул, еще хуже, если надо изображать, ну, что ты едешь в машине, ну, то есть, как ты что-то можешь сыграть без багажа, без партнера, ну, вот даже у меня недавно были на днях пробы, и одна сцена была с партнершей, где все хорошо получилось, а другая сцена была просто с человеком, который подкидывал текст, и я понимаю, что эту сцену с партнером сыграть гораздо было бы проще, и понятнее, и лучше, чем я, там сидит человек, как бы с текстом, а я ему говорю, понимаешь, вот, вот такая вещь, обратно, не возвращаясь, ничего, поэтому пробы, это очень сложно, вообще, вот, сложно, но, я не помню, говорил ли я об этом в прошлый раз, у меня был педагог по-английскому, Макс, он американец, вот, и я как-то с ним разбирал, надо было визитку на английском языке, про себя рассказать, и сцену на английском языке, и вот он меня спрашивает, ты волнуешься, и я говорю, ну, как бы, да, он говорит, а скажи себе, ответь себе на один вопрос, что-то изменится в твоей жизни, вот, завтра, если ты, как бы, я говорю, нет, ну, вот, он говорит, я очень часто помогаю людям, не актерам, просто людям, которые ходят на собеседование, в любую фирму, там, предприятие, не важно, и он говорит, очень важный момент, который перевернет, и действительно это то, что мне очень помогает, и вот, кстати, ответ на этот вопрос, как избавиться, мы же ходим все по этим кастингам, дайте мне работу, дайте мне работу, я вообще классный, я такой талантливый, дайте мне работу, а ситуация не такая, вот просто вдумайся, люди хотят снять кино, им нужны артисты, ты приходишь и должен сказать, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, чем я могу вам помочь, такая должна быть установка, это не тебе надо, получить работу, это им надо снять кино, поэтому им надо найти подходящих им артистов, здравствуйте, я вот такой вот, рост такой, вес такой, чем я могу вам помочь, и это совершенно переворачивает картину мира, понимаешь, ты не в позиции просящего, а ты в позиции совершенно другой, ты приходишь и готов помочь, может быть, ты не подойдешь, но подойдешь кому-то другому, и вот это очень классная вещь. Я хочу быть артистом, но не могу объяснить это своим родителям, они останавливают меня в поступлении в театральный вуз, и заставляют поступать на эконом, что делать? Масса тому примеров во всяких разных фильмах, когда родители не верят, а потом вдруг что-то происходит, и ты думаешь, она же у меня актриса, иди, дочь. Или наоборот, ты помнишь старый анекдот, когда дочка приходит к папе, говорит, папа, я выхожу замуж, он говорит, наконец-то, я очень рад, ты его любишь, да, а он кто? Он говорит, он артист. Он говорит, нет, пожалуйста, пожалуйста, умоляю, только не за артист. Он говорит, папа, я его люблю, я хочу от него детей, завтра у него премьера, приди, посмотри. И он идет на премьеру, потом выходит, выходи замуж, никакой он не артист. Поэтому, конечно, если вы не имеете своих детей, вам сложно понять, что это такое, когда ты много лет растишь человека, и у тебя какие-то планы, разные люди по-разному выстраивают отношения, есть мамаши и папаши, которые в пять утра возят своих детей на хоккей или на большой теннис, чтобы потом их дети зарабатывали миллионы и их содержали. Значит, вот такая реальная как бы самоцель. Поэтому это сложный момент. Каждый родитель выстраивает свои отношения с детьми, но, слушай, как индейцы говорят, ребенок гость в твоем доме, накорми, воспитай и отпусти. Поэтому я вряд ли думаю, что большинство родителей хочет зла своим детям. Опять же, ты вот так драматично говорила про несправедливость этой профессии, это же лучшая антиреклама. Не ходите, не работайте, не будьте артистами и актрисами. Вообще, актрисами сложнее. Меня часто спрашивают про моих детей, потому что актерский, у мужиков больше возможностей, больше ролей в мировой драматургии. Шекспир, Мольер, Астровский, любой, возьми, любую пьесу, это 6 мужских ролей, 3-2 женских. то есть, так устроен мир. Был устроен, сейчас он, конечно, сошел с ума и все поменялось. Вот, поэтому, конечно, если бы у меня было два парня, и меня все время спрашивают, хотели бы вы, чтобы я бы сказал, да пофигу, захотят, пусть идут. А у меня две дочки, и я не хочу, чтобы они работали. Правда? Конечно. Ну, потому что с вами, что с вами, с вами сложно. Этот человек только что спорил со мной и говорил, не драматизируй, своим детям он не хочет и двое дочек. Ну, ну, ты меня, это же был вопрос, я понимаю, но, опять же, продолжаю, если моя, я дам своим детям богатство выбора, я покажу, что мир велик и прекрасен, что можно делать то, все, пятое, но если они по каким-то причинам скажут, папа, мы не можем жить без театра, ну, или там без актерской профессии. Родителям совет прислушиваться к детям, а детям стараться убедить родителей в том, что твоя дорога, это твоя дорога. Но, опять же, возвращаюсь, всегда родители хотят для своих детей только добра. Иногда им делают и от этого хуже. Вот это гиперопека, что-то, нет, ни в коем случае, через мой труп может уберечь от чего-то, а может и не дать раскрыться. Любимый твой фильм и любимая твоя книга? Как у Чехова, тут советовать нельзя. Есть мировая классика, пожалуйста, почитайте Анну Каренину, почитайте «Войну и мир». Вот что могу сказать. Мне кажется, это неплохое, неплохое чтиво. Ну, как вот, как про это можно говорить? Если говорить про меня, ну, когда-то давно... Любимая что-то есть? «Властелин колец», «Игра в бисер», «Германа Гесса». Ну, вообще Гесса мне нравится. Надо читать классиков, надо читать классиков, безусловно. Надо смотреть классиков. Как я был на пьесе, на пьесе, на лекции у Татьяны Черниговской. Меня посчастливилось, прям буквально за день до карантина. Я сходил, я очень люблю смотреть её просто и в Ютьюбе, но сходил вот, лекция называлась «Мозг как барокко». О том, что, об уникальности восприятия человеческого мозга и творческого составляющего и так далее. И вот она там привела фразу Феллини, когда его спросили, а что вы хотели сказать вот этим фильмам? Я всё сказал. Он сказал, я всё сказал. Вот всё, что я хотел сказать. Или там вот любой спектакль Римаса Туменаса или там Бутусова. Всё на сцене. А что вы хотели? Если ты, вот как Черниговская всё время говорит, если ты настолько сложный инструмент, что ты можешь воспринять музыку Чайковского, неважно, там Моцарта, Баха, кого угодно, и подключиться, и заплакать? А он говорит, а комар не может. Комар, он летит в этом же пространстве, где звучит эта музыка. Ну, мы не знаем, доподобно, что чувствует. Комар плачет ли он. Вот. Поэтому, если ты в свою жизнь прочитал достаточный книг, посмотрел достаточно фильмов, был в достаточном количестве музеев, общался с достаточным количеством интересных, больших, творческих людей, не обязательно творческих каких-то, фигур, тогда у тебя хватит мозгов понять, что хотел сказать Феллини или Тумина в своем фильме или в спектакле. Поэтому, я очень люблю Римаса, вот его, он часто работает одним приемом, то есть, в Троили Крисиди был таран, в Войне и Мире это стена, в Царе и Эдипе это труба, в Вонегине это зеркало, и каждый зритель для себя этот образ читает по-своему. То есть, ты понимаешь, что это как бы главный ключ, но для одного человека это одно, для другого да, но мне кажется, что вот немножко другое, просто потому, что мы все разные. Вот. Вить, спасибо тебе огромное за эту беседу. Ребята, любите театр. С вами был Виктор Добаронравов. Ребята, друзья, дорогие наши зрители, спасибо большое, что вы нас смотрели, наверное, кому-то будет полезно, я надеюсь. Я подписал вот этот блокнотик, как раз написал там вот эту фразу, то, что ты по-настоящему хочешь, сбудется рано или поздно, так или иначе. И по традиции классных интервьеров она достанется тому, кто написал самый интересный комментарий. КОНЕЦ 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 РИТОМ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok